Я всегда мечтал только летать, так в одном интервью сказал генерал-майор авиации Канамат Баташев. Он стал не только летчиком, но и увековечил свое славное имя, вписав его в великую историю России. В Карачаевске состоялась торжественная открытие памятника герою Российской Федерации генерал-майору Канамату Баташеву. На главную площадь Карачаевска, которая отныне носит имя героя, личная инициатива главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова, пришли почти все горожане, чтобы отдать дань уважения его героическому поступку и выразить соболезнования родным и близким. Все организовали, как и достойно человека такого ранга. Обряд Дуапа о героически погибшему земляку совершил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфти Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджи Бердиев. Обратился к родным со словами поддержки. То, что мы можем делать для тех, которые ушли от нас, а те, которые ушли именно в этой войне, они действительно святые. И мы попросим Всевышнего Аллаха, чтобы Аллаху твала все грехи, которые были, чтобы он их убрал. Отдать дань уважения памяти героя генерал-майора Канамата Баташева приехал и лично глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Обращаясь к собравшимся, а в первую очередь к родным и близким Канамата Баташева, Рашид Тимрезов назвал его безусловно талантливым лётчиком, посвятившим свою жизнь покорению неба, настоящим патриотом, достойным примером грядущим поколениям, который не остался в стороне в час, когда родина в нём нуждалась. Безусловно, талантливый лётчик, который всю свою жизнь посвятил покорению неба. Он внёс неоценимый вклад в защиту нашей Родины, её населения и интересов. Будучи настоящим патриотом нашей Родины, Канамат Кусевич не смог оставаться в стороне, когда наша страна нуждалась в смелых и профессиональных защитниках больше всего. Канамат Кусевич завершил свой путь военного лётчика как настоящий герой. Выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции, сохранив жизни многих других российских солдат. Я хочу искренне поблагодарить всех причастных к увековечению памяти нашего земляка. Канамат Кусевич будет примером для всех нас. Примером мужества, чести, героизма и искренней любви к Отечеству. Я уверен, к монументу будут приходить сотни мальчишек, и кто-то из них наверняка выберет профессию лётчика, потому что почувствует горячее желание стать похожим на Канамат Кусевича. Память о нём будет воспитывать и укреплять патриотический дух у граждан всех возрастов, что особенно важно сейчас в новых тенденциях мировой политики. Рашид Тимбризов ещё раз напомнил о необходимости поддерживать память о героях и солдатах-защитниках разных поколений, которые защищали интересы и независимость страны. Канамат Баташев погиб как герой, спасая жизни российских солдат в ходе специальной военной операции на Украине. Он пилотировал штурмовик Су-25, выполняя боевые задачи над Луганской областью. Находясь в воздухе, Канамат Баташев услышал о попавшей в окружение группе российских военных. Военный обозреватель Алексей Суконкин так прокомментировал произошедшее. Группа запросила поддержку. Поразив назначенные цели, лётчик принял решение помочь попавшим в окружение бойцам. Причём он точно знал, что укронацисты имеют мощное ПВО. Это было его личное решение, основанное на преданности воинскому братству. Генерал Канамат Баташев вывел из-под огневого поражения окружённых бойцов, но его самолёт был сбит зенитной ракетой. Поскольку полёт проходил на сверхмалой высоте, он не успел катапультироваться. Сегодня сотни российских солдат участвуют в спецоперации «Боря с неонацизмом». «Время выбрало нас», – сказал, обращаясь к собравшимся на митинге по случаю увековечения памяти героя России генерала Баташева, участник СВО Вячеслав Беляев. Он лично не был знаком с Канаматом Баташевым, но рассказал, что подвиг этого героического лётчика-снайпера стал примером и придавал сил им, молодым солдатам. Обращаясь к собравшимся, Вячеслав подчеркнул, что Канамат Баташев совершает этот поступок, думал о людях 8 лет, подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима. Лично его не знал, но я за его подвиг наслышан. На самом деле, великий человек, я считаю, то, что не отвернулся, вернулся, грубо говоря, и в одиночку, я так понял, то, что нанёс сокрушающий удар противнику, тем самым спасая жизни наших парней. Право торжественно открыть памятник Герою России военному лётчику-снайперу генерал-майору Канамату Баташеву предоставили Рашиду Тимрезову и младшему брату Марату Баташеву. Винки и цветы возложили к подножию памятника многочисленной делегации городов, районов, министерств, ведомств, образовательных учреждений. Нескончаемым потоком шли к памятнику горожане, студенты и учащиеся школу, знакомые, друзья героя и его семьи, отдавая дань уважения этому героическому человеку, выражая слова поддержки его родным. Сегодня я чувствую волнение и гордость, что сегодня открывает памятник в честь его героического подвига и переполняет, конечно, чувство, что он, как настоящий патриот, сделал для своей страны. Люди уходят, умирают один раз. Он ушёл как герой, герои не умирают. Это действительно так и есть. Именно этот человек является примером подрастающего поколения. У нас ценности теряются, у нас уходит всё, традиции, ценности. И я очень рада, что этого человека увековечили памятником, назвали в честь него площадь, главную площадь города Карачаевска. Наш народ прошёл очень тяжёлый путь, путь депортации. Я хочу, чтобы у моего народа были такие герои всегда, рождались, воспитывались в таких семьях, как он. А то, что сейчас глава наш, Рашид Борисович Тимрезов, большое ему спасибо, что он личной инициативой это сделал, этот памятник. Всё благодаря ему. Его семья его отблагодарила. Простой народ тоже ему благодарен, потому что он делает то дело, которое нужно. Сегодня нам нужно. Нашему народу, нашему поколению это нужно, это необходимо. Потому что на таких примерах будут расти наши дети. Я чувствую, с одной стороны, боль и горечь утраты, что такой человек ушёл из жизни. С другой стороны, чувствую гордость, гордость, что среди народа, нашего народа, среди народов Карачаева-Черкесии, есть такие люди, пример которых является для нас ориентиром, особенно для молодёжи, для воспитания молодёжи, которое очень важно, очень важно сегодня для нашей деятельности. Поэтому весь коллектив Карачаево-Черкесского государственного университета здесь принимал участие. Я несколько раз встречался с ним, общался с Хараматом Буташевым, и по моим личным впечатлениям, и впечатлениям тех, которые больше меня знали, он помимо того, что готов был к тому подвигу, о котором мы сегодня говорим, он вообще не был человеком очень мягким, дружелюбным, интересовался культурой, что мне запомнилось, подкупало, интересовался культурой своего народа, народов Карачаева-Черкесии. И, конечно же, то, что он болел за нашу Россию, патриотом был, это чувствовалось. И я горжусь, что знал лично, был знаком с Хараматом Буташевым. Харамат Буташев всегда мечтал о небе и самолётах. По словам брата Мурадина Буташева, с детства к этому стремился и очень серьёзно готовился. И когда он, закончив лётное училище, стал лётчиком, потом закончил одну академию, академию генерального штаба, он стал высокопрофессиональным, высококлассным лётчиком-снайпером. И всю он свою сознательную жизнь посвятил служению Отечеству. В 2007 году Харамат Буташев был признан лучшим лётчиком Забайкальского военного округа. С 2008 по 2010 год командовал авиадивизией. Затем, уже звание генерал-майора, командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Харамат Буташев награждён высокими государственными наградами. И за всем этим огромный труд, основанный на любви и преданности. Был в биографии генерала-майора Харамата Буташева очень неприятный момент. Его обвинили в крушении самолёта Су-27. Петрозаводский гарнизонный военный суд приговорил его к четырём годам лишения свободы условно и к возмещению материального ущерба в размере 5 миллионов рублей. И будучи на пенсии много лет, Харамат Буташев выплачивал этот долг. Но несмотря ни на что, при первом зове Родины он отправился защищать её интересы в числе первых, тем самым ещё раз доказав верность присяге. О том, что Канамат Буташев участвует в специальной военной операции, не знала ни его семья, ни родные. Об его участии мы узнали только после. Даже семья его, ни жена, ни дети не знали. Потому что, ну, видно, нельзя было ему в это время об этом говорить. Он ещё был человеком высоких моральных, нравственных качеств и настоящим патриотом своей Родины. И когда, в ходе участия в специальной военной операции, он проявил все свои качества, которые у него были. Он, отдавая дань кодекса боевого братства, не бросил своих товарищей, а ценой своей жизни спас от гибели их. Вот такой он был человек. Несмотря на то, что много лет Канамат Буташев жил вдали от Карачаева-Черкесии, он очень любил свою малую Родину, свой дом и говорил, что человек всегда возвращается домой. Хоронили героя России дома в его родном ауле Нижняя Тиберда со всеми подобающими почестями. Его память увековечена в Гатчинском районе на аэродроме Сиворицы, в его родной Карачаевой-Черкесии. Есть старинная поговорка «Сила народа» в его достойных сыновьях. Канамат Буташев, вписавший свое имя в великую историю великой страны, еще одно тому подтверждение.